Добрый день, коллеги. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить правительство Республики Татарстан и, безусловно, наших коллег Министерства экологии за приглашение, причём постоянное приглашение для участия в ваших мероприятиях в форумах, круглых столах с нашими новыми проектами. И это крайне важное взаимодействие, которое выстраивается прежде всего с теми участниками, которым предстоит уже с 2022 года работать в новой комплексной системе обращения с отходами первого и второго класса опасности. К сожалению, у нас так мало сегодня времени у докладчиков, поэтому я, конечно же, хотела прежде всего сделать основные ключевые акценты на том, что на сегодняшний день должны знать все те, кто работает в этой сфере. Прежде всего, отходы первого и второго класса опасности. Очень часто у нас на всех мероприятиях задают вопрос, где можно увидеть весь перечень этих отходов. Мы можем сказать, что 444 отхода первого и второго класса представлены в федеральном классификационном каталоге отходов, который утверждён приказом Росприроднодзора. И поэтому, прежде всего, обращаем ваше внимание на данный справочник. И 330 практически отходов на сегодняшний день – это те отходы, которые проектируются для переработки на создаваемых производственно-технических комплексах, этих технопарков, которые сейчас создаются, и о чём я немножко подробнее и моя коллега будут рассказывать. Не буду подробно останавливаться на том, что происходит у нас на сегодняшний день с обращением отходов, но крайне несистемный процесс. Мы не знаем чётко, не ведётся чётко учёт образуемых отходов, учёт перерабатываемых отходов. У нас нет вот этой всей цепочки, замкнутой от образования отхода до его переработки. И вот этот учёт крайне важно сейчас нам выстроить благодаря целому ряду инструментов. Вот этот бессистемный подход, он как раз-таки и родил такой новый федеральный проект, который вошёл в структуру национального проекта «Экология», федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами первого-второго класса опасности». И в рамках паспорта такого проекта у нас появляется целый ряд новых позиций, которые мы сегодня должны выполнить. Ну, прежде всего, появляется новая фигура, координатор процессов, федеральный оператор по обращению с отходами первого-второго класса. Появляется целый ряд инструментов, которые нам необходимы для, скажем так, создания такой новой комплексной системы по обращению с отходами первого-второго класса. Это и федеральная схема обращения с отходами, это и в части информационного обеспечения деятельности федерального оператора разрабатывается государственная информационная система учёта и контроля за обращение с отходами первого-второго класса. Ну и, безусловно, одним из важных моментов – это создание инфраструктурных проектов и создание новых экотехнопарков, отвечающих всем требованиям для переработки отходов. Вот эта важнейшая задача доверена для реализации государственной корпорации «Росатом», корпорации с мировым именем, с самыми современными технологиями и штатом высокопрофессиональных специалистов. Данная задача крайне важна для реализации в очень такие сжатые у нас сроки. Надо сказать, что очень активно сейчас работает, назначенное распоряжением правительства, федеральный оператор, которым является федеральное государственное унитарное предприятие, федеральный экологический оператор. Создана вся необходимая нормативная база. Почему всегда делаем ключевой акцент на нормативной базе? Потому что всегда говорим тем участникам, которые сейчас будут с 2022 года работать в новой системе, просьба ознакомиться с этими важными изменениями в законодательстве. Прежде всего, это федеральный закон 225-й и подзаконные акты, постановления правительства, которых вы почерпнете всю необходимую информацию и о том, что необходимо и каким образом вносить в государственную информационную систему, кто является поставщиками информации, весь порядок внесения данных, сведений. И можно посмотреть уже утвержденные типовые формы договоров, которые впоследствии будут заключаться между федеральным оператором и отходообразователями. Что предусматривает законодатель в нашей истории, то есть в новой истории? 225-м федеральным законом внесены изменения в 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. И здесь мы говорим о том, что меняется сама схема взаимодействия всех участников процесса. Отходообразователи, а это индивидуальные предприниматели, это юридические лица, в процессе хозяйственной или иной деятельности которых образуются отходы 1-го, 2-го класса опасности, они являются основными поставщиками информации в государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами и в новой комплексной системе отходообразователи будут взаимодействовать с федеральным оператором. То есть все заявки на дальнейшее обращение с отходами 1-го, 2-го класса будут поступать федеральному оператору. Федеральный оператор является оператором по обращению с отходами, и он может как сам самостоятельно обращаться с данными отходами, так и может по соответствующим договорам заключать такие договоры с действующими уже на сегодняшний день предприятиями по переработке отходов, предприятиями, которые осуществляют транспортные услуги и, соответственно, проводить вот всю эту цепочку от образования, контролировать и координировать все эти процессы от образования отхода до его переработки. В создании базовой инфраструктуры федерального проекта предусмотрено создание семи экотехнопарков. Четыре из них на сегодняшний день создаются на базе предприятий по уничтожению химического оружия. Это у нас Мирный, Кировская область, Щучий, Курганская область, Михайловский, Саратовская область, Камбарка, Удмуртская республика. И, безусловно, после ввода в действие государственной информационной системы, когда мы получим уже достаточно большой пул необходимых данных, четко будут определены строительства новых трех экотехнопарков. Сейчас тоже эта работа ведется достаточно активно, аналитическая. То есть, вот схема, которая предложена сейчас законодателям, она будет действовать с 2022 года. И на сегодняшний день активно ведется работа по завершению разработки главного такого документа информационного, государственной информационной системы первого-второго класса, в которой мы все с вами должны будем работать. Ну, функционал федерального оператора здесь также на очередном слайде представлен. То есть, федеральный оператор, он может осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов первого-второго класса, как я уже сказала, самостоятельно или с привлечением операторов на основании договоров услуг в соответствии с федеральной схемой. Федеральный оператор также сейчас работает активно и формирует предложения по установлению тарифов на услуги федерального оператора и является оператором государственной информационной системы по обращению с отходами первого-второго класса. Безусловно, для того, чтобы реализовать эту цель и собрать такой большой объем данных, нам крайне важна уже сейчас подготовка каждого пользователя системы. И эту подготовку мы осуществляем в течение и прошлого года начали такой достаточно большой пул информационно-методических мероприятий. И в этом году нам предстоит с вами неоднократно еще встречаться. Для этого мы создали на нашем официальном сайте раздел «Федеральная схема и государственная информационная система», где заложили основной пакет необходимых документов, необходимой информации, видеороликов, рубрик вопросов-ответов, формы обратной связи. Пожалуйста, рекомендуем всем зайти на наш сайт и ознакомиться со всем для того, чтобы плавно войти в процесс работы в новой системе. На нашем сайте, также на верхней панели, есть кнопка прямого перехода для тестирования системы. Об этом тоже чуть позже пару слов я скажу. Состав информации основной, который, значит, необходимо будет носить в систему, акцентирую ваше внимание на постановлении правительства 1346 и обращаю ваше внимание, что для каждого поставщика информации предусмотрен свой объем и свои сроки. Пожалуйста, посмотрите данное постановление. Все необходимое – это информация о видах отходов, об источниках образования, о нормативах образования отходов, большой блок информации об операторах по переработке, об операторах по транспортированию. У нас в системе предусмотрено у каждого участника свой личный кабинет. И те, кто на сегодняшний день принимает участие в тестировании, которое мы начали 1 сентября для всех участников процесса, можно будет ознакомиться уже с функционалом личного кабинета. Ну, безусловно, цель создания даже такого большого информационного ресурса, она, конечно, определена не только, чтобы собрать вот такой объем данных. Это важная основа для того, чтобы проводить большой блок аналитики. У нас предусмотрен в системе блок моделирования. И, безусловно, крайне важно посмотреть, что же на сегодняшний день происходит в отрасли обращения с отходами 1-2 класса. Объем образуемых отходов, объем перемещаемых отходов, места накопления, места переработки, информацию обо всех организациях, которые вовлечены в эти процессы, прогнозирование дефицита мощностей. И, соответственно, можно использовать созданные в этой системе блоки формирования отчетности, блоки своей аналитики. То есть, вот совершенно прав был мой коллега, говоря о том, что этот инструмент, он прежде всего для нас с вами созданный для работы. Мы с вами, зайдя в эту систему, в своем личном кабинете, имеем абсолютно полную картину того, что предприятие производит, что предприятие перерабатывает. Мы можем здесь же сделать, сформировать отчеты. То есть, это хороший инструмент, который минимизирует временные затраты и трудозатраты. Пожалуйста, этим инструментом нужно и важно пользоваться. Еще один момент, на котором хотела бы остановиться, в особенностях обращения с отходами, это тот момент, что те юридические лица, индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются опасные отходы, и они, если раньше осуществляли обращение с этими отходами самостоятельно, то эта история остается и в новой комплексной системе. То есть, они могут продолжать заниматься самостоятельной переработкой отходов при наличии собственности объектов и необходимого оборудования, но при этом они также являются поставщиками информации в государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами. Тестирование системы – очень важный момент. Федеральный экологический оператор понимает необходимость подготовки каждого специалиста, и на сегодняшний день мы выстроили коммуникацию со всеми субъектами Российской Федерации, с профильными министерствами, ведем достаточно большую информационную работу, и, как я сказала, через кнопку прямого перехода можно перейти на стартовую страницу тестирования системы, зарегистрироваться, пройти эту регистрацию и, скажем, посмотреть то, как работает личный кабинет. Отдельные модули открыли для тестирования, приглашаем всех. Пока есть такая возможность изучить и нормативную базу, на стартовой странице у нас размещены достаточно большой тоже объем необходимой информации, и видеоролики, как зарегистрироваться, как внести те или иные данные, справочная информация, все необходимые телефоны для коммуникации, адреса электронной почты. Поэтому, пожалуйста, принимайте участие и ждем от вас с нетерпением эту обратную связь. Что необходимо? Регистрация в системе будет происходить через ЕСИА, то есть, соответственно, необходимо быть зарегистрированным, и для дальнейшей работы, для создания электронных документов необходимо будет усиленная, квалифицированная электронная подпись. Надо сказать, что на сегодняшний день у нас 51 субъект принимает участие в тестировании нашей системы. И здесь, конечно же, хотелось бы отметить активность Республики Татарстан, предприятия, которые участвуют в пилотных проектах, участвуют на определенных этапах в испытаниях системы, Московская область, Москва, Омская область, Санкт-Петербург. То есть большинство субъектов, предприятий субъектов зашли в систему для того, чтобы ознакомиться заранее и подготовить себя и своих специалистов для работы в этой системе. Ну, безусловно, хотелось бы поблагодарить самых активных участников от Республики Татарстан. Это именно те компании, которые участвуют у нас не только в тестировании, но и будут участвовать, уже сейчас намечается с мая месяца, этап опытной эксплуатации разработанного функционала системы. Функционал разработан, вот нам нужно его сейчас опробировать уже с предприятиями. И очень надеюсь на такую проактивную позицию предприятий в этом мероприятии. Крайне важно будет получить эту связь, всё ли, ну, удобна ли система, весь ли функционал доступен, то есть вот то, как работает наша государственная информационная система. Ну, и, безусловно, мы взаимодействуем с Республикой Татарстан по ряду пилотных проектов, и у нас заключено соглашение в части создания условий по безопасному обращению с отходами первого-второго классов и ликвидации объектов, наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Поэтому вот эта крайне важная взаимосвязь с субъектом, выстраивание в том числе и развитие культуры рационального и ответственного обращения с отходами, это тоже крайне важно. Здесь бы я ещё отметила тот момент, что и госкорпорация Росатом, и федеральный экологический оператор, мы крайне заинтересованы с работой с образованием, системой образования, с образовательными учреждениями, с институтами. У нас создан научно-технический совет, действует консорциум экологический, где мы собираемся с системой образования, и в том числе понимаем, что для работы в новых условиях, безусловно, необходим кейс-компетенции, которые уже могут получить в рамках университетов и учреждений СПО, в рамках подготовки программ дополнительного профессионального образования те специалисты, которые будут работать уже в новых условиях. Это тоже очень крайний момент, и поэтому замечательно, что вот такой контакт выстроен между всеми нами, всеми участниками процесса. Здесь ещё хотелось бы, заканчивая свой доклад, сказать несколько слов о том, что, уважаемые коллеги, для того, чтобы нам с вами выстроить такую безопасную систему взаимодействия, чтобы выстроить очень понятные механизмы, открытые механизмы по сфере обращения с отходами, безусловно, нужна вот эта консолидация всех усилий, всех участников. Это и бизнеса, это и органов исполнительной власти, федерального оператора, системы образования. Вот только такое консолидированное какое-то участие в развитии данного проекта позволит нам достичь важной цели. И создание экономики замкнутого цикла, и, собственно говоря, улучшение всей той экологической обстановки, экологической ситуации в нашей стране. Это то, что мы оставим нашим детям, нашим внукам, поэтому, безусловно, давайте вместе работать над этим проектом, который крайне важен для всех нас. Благодарю вас, коллеги, за внимание.